Что скрывает дома плачущая курица в Чикенган? Сегодня мы посмотрим на новые тайны, новые мифы в Чикенган и я вам расскажу чуть больше про плачущую курицу. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, дружище! Сейчас я нахожусь на карте Proto 07 в скине плачущей курицы. И всё это для того, чтобы вам рассказать поподробней об этом персонаже и о том, где он находится и где он живёт. Всем мяу, ребятки! Сегодня мы узнаем все тайны плачущей курицы. Ну или не все, некоторые я оставлю для других роликов. Но сегодня будет очень интересно. Мы уже находимся на карте Proto 07 и вы, наверное, подумаете, ну что за фигня, где живёт плачущая курица? Неужели в этом доме или же вон в том доме? Нет, ребятки, я вам скажу, что вся плачущая курица живёт прямо на всей вот этой вот карте. Это вся карта Proto 07, огромная тюрьма для плачущей курицы, и она здесь у нас живёт. Здесь над ней издеваются игроки или же она издевается над разными игроками. Сегодня я вам расскажу её историю, что она здесь делает, но давайте с самого простого по порядку. Вот здесь был унитаз, я его случайно удалил. Это самое стандартное место для плачущей курицы, в принципе. У всех есть в доме унитаз, туалетная бумага и стиральная машинка, где можно постирать свою одежду. Не знаю, зачем она плачущая курица, ведь у плачущей курицы нет никакой одежды. Это реально очень странно. Ладно, ребятки, давайте по порядочку. Здесь у нас есть вертолёт, разрушенный вертолёт, который сбила плачущая курица. Игроки, которые вылезли из него, они все погибли. Их больше нет, их уничтожила сама плачущая курица. Ну, посмотрите на неё, она реально страшная. Если долго смотреть в её глаза, лучше не проверяйте, ребятки, что будет, это реально полная жесть. Как вы видите, вертолёт у нас полностью нефункционален, на него нельзя сесть. Плачущая курица его разломала, сбила, он упал, разбился, взорвался. И все игроки в нём погибли. Плачущая курица их просто-напросто съела. Также у нас здесь, на этом полигоне, в этой тюрьме, есть вот такой вот сломанный танк. У него даже дуло под погнуто. Плачущая курица постаралась над этим, видимо, настолько она сильная, что она может даже сломать целый танк. Посмотрите, танк как будто упал с небес и просто вмазался в землю. Возможно, эта плачущая курица его вот так вот сюда закинула. И, в принципе, игроков вы здесь никаких не наблюдайте. Это означает, что плачущая курица тоже с ними всеми разобралась. На самом деле, ребятки, видите, здесь есть разные боеприпасы. Вон там тоже есть коробки с боеприпасами. Также где-то там или вот здесь есть отходы. И всё это нас отсылает на то, что на самом деле на этой карте проводились какие-то испытания. Возможно, военные проводили какие-то тесты над нашим персонажем в сегодняшнем выпуске, над плачущей курицей. Но, как вы видите, всё это безуспешно. Всё это заброшено. Вертолёт там сломан, танк сломан. Все боеприпасы просто лежат брошены. И за ними уже, скорее всего, никто не вернётся. Кто-то даже хотел вот этими вот отходами, вот этими вот разными токсинами уничтожить плачущую курицу. Я не знаю, это можно называть каким-то ядерным оружием или токсичным оружием, не знаю. Но плачущую курицу хотели уничтожить этой фигнёй. Но, как вы видите, ничего не помогло. Плачущая курица может пить эту жидкость и, в принципе, становиться только сильнее. Давайте немного вам расскажу, как призвать плачущую курицу. Насколько я помню, чтобы призвать эту плачущую курицу, нужно зайти на эту карту. Далее нужно будет поставить нам табличку, на которой можно писать эта доска. Я не помню, где она находится, но я думаю, вы её найдёте. Вот эта вот доска написать здесь Scary Chicken 666. Затем нужно будет убить 6 мобов, если я не ошибаюсь. И после этого нужно будет вот так вот взять и выкинуть эту табличку с надписью Scary Chicken 666. И тогда к вам на карту зайдёт плачущая курица. Вот в таком скине она будет пытаться вас уничтожить, убить. И вам нужно будет либо её убить, либо убегать от неё. Возможно, у неё будет баг, что она не сможет вас убить. Но, короче, как-то так звучит этот страшный миф. И, в принципе, ребятки, этот миф самый популярный в Чикингане. Популярнее реально не найти. Плачущая курица покорила все ваши сердца. Но, что же скрывает ещё вот эта тайна? Это карта, её дом. И сейчас я вам это покажу. Если мы выберемся за карту, то там мы сможем найти кое-что очень интересное. Вон там оно находится. Посмотрите, это какой-то странный блок, к которому мы сейчас с вами придём. Но для начала я хотел бы заспавнить под собой кое-что, чтобы встать на это. Оп! И где это заспавнилось? Вот здесь это заспавнилось. Замечательно. Сейчас мы туда прилетим и мы с вами продолжим. Посмотрите, что здесь у нас находится. Это два странных куба блока, которые у нас тут просто висят в воздухе. Они полностью белые, у них нет никаких текстур. Но, тем не менее, это относится к тайне карты Proto 07. Я не знаю, что эти кубы означают, что разработчик этим хотел сказать. Возможно, это как-то связано с плачущей курицей. Я, честно говоря, даже предположить не могу. Если у вас есть какие-то теории, пишите обязательно в комментариях и ставьте ваши лайки. Потому что это прямым образом влияет на выход новых видео. Существует теория, что на самом деле плачущая курица нифига не злая. Что ее затащили сюда для того, чтобы проводить разные эксперименты. Так как плачущая курица была бессмертной. Ее никак нельзя было пробить, убить, отравить и так далее и тому подобное. И поэтому военные правительство Чикингана решило взять, заточить ее на карте Proto 07. И здесь она уже стала злой. Она просто сошла с ума от одиночества, от всех тех пыток, которые делали военные над этой плачущей курицей. И, в принципе, вот что из этого вышло. Плачущая курица стала злой, обезумела и теперь убивает каждого встречного. С вас лайк и подписка на мой канал, если вы хотите больше теории и разных мифов, разных тайн. Также смотрите ролик, который вылез у вас на экране, он вам 100% понравится. Я открывал кейсы в Чикинган за каждую смерть. Это было очень весело и очень интересно. С вами был Китик, до скорых встреч.